Друзья, дорогие, хотел бы поблагодарить Тиебжана Насырова за то видео, которое он снял. Он, конечно, его снимал не для меня, но для меня оно было очень полезным. И благодаря тебе, Тиебжан, привет тебе большой из Польши, благодаря Тиебжану удалось реализовать вот это вот освещение, о котором я думал уже давным-давно, но никак оно у меня в голове не складывалось как бы в один общий сюжет. Все как-то было разрознено, то там, то сям, а сейчас оно сложилось, так сложились звезды и удалось реализовать. Приветствую, дорогие друзья! Некоторое время назад на канале Тиебжана Насырова я подсмотрел очень интересную идею об использовании фонаря для фото- и видеосъемки для освещения рабочего места заточки на точилке. Мне эта идея очень понравилась, и я решил сделать свою реализацию. В качестве фонаря я использовал вот такой вот фонарик. Характеристики писать я его не буду, вы можете его легко нагуглить. Он есть на Алиэкспресс, я покупал его в Польше, но в принципе на Алиэкспресс он тоже есть, можно будет его там купить. Фонарь пластмассовый, чем он мне понравился. Он имеет вот такой вот шарнир, вилочку, благодаря которому можно дополнительно устанавливать нужное нам положение. Фонарь имеет кнопку вкл-выкл, фонарь имеет индикатор заряда батареи в виде маленьких светодиодиков, и естественно, самое главное, он имеет возможность изменять температуру цвета от холодного до теплого. Хотя на практике скажу, что особо это не нужно, потому что, например, конкретно при заточке, мне удобнее всего пользоваться максимально холодным светом. Но еще имеет возможность менять интенсивность освещения. На этот фонарь я прикрепил магнит. Вот магнит, но сейчас он магнит, закреплен на фонаре. Позже расскажу, для чего это нужно. В качестве... Значит, теперь расскажу немножко об устройстве вот этой вот всей системы, на которой крепится фонарь. Система основана на вот такой вот струбцине, которая состоит из двух губок, изготовленных из сплава 7075. Губки очень прочные, беспокоиться за них не нужно. Губки... Сейчас покажу. Концы губок оформлены в виде... Есть резкость. Концы губок оформлены в виде призмы. И благодаря этому мы можем закреплять этот зажим легко, как на стоечке, на зубчатой рейке квадратного сечения. Также можно закреплять легко на стойке круглого сечения, как, например, на точилке казачок или казак. Позже опять-таки покажу, как это будет реализовано. Теперь к струбцинке крепится вот такая вот Г-образная мачта. Мачта имеет возможность поворачиваться в горизонтальной плоскости. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы могли, допустим, если нам не нужно освещение в данный момент в зоне заточки, мы можем очень легким движением и быстрым убрать фонарь из зоны заточки и здесь делать какие-то манипуляции с ножом. Закреплять нож, откреплять, использовать лупу там, либо еще что-либо делать. Также легко фонарь возвращается в зону заточки. Можно двигать. Значит, на вот этой Г-образной мачте расположен вот такой ползун, который можно двигать вдоль мачты, закреплять в нужном нам положении с помощью барашкового винта. И на этом ползунье установлены вот такие вот две выдвижные тяги. На одной из тяг, как вы видите, крепится наш фонарь. Вторая тяга у меня еще свободна. Я пока не знаю, для чего она нужна. Были предложения, конечно, закрепить на второй тяге лупу, но, честно говоря, у меня из этого ничего не получилось. Я не смог адекватно закрепить лупу. Дальше. На конце вот этой вертикальной тяги мы имеем так называемую ловушку для магнита. То есть мы можем быстро и легко легким движением снять фонарь и также легко его поставить на место. Для чего нужно снимать быстро фонарь? Во-первых, очень удобно. Вы можете его поднести непосредственно к лезвию ножа, очень близко. И благодаря этому рассмотреть во всех подробностях режущую кромку. вы можете таким образом направить свет, чтобы в отражении, чтобы по бликам увидеть какие-то дочеты, недочеты заточки, ну, в общем, какие-то особенности заточки. Вы можете поднести к ножу и увидеть лучше, лучше рассмотреть состояние ножа. Можете совместно воспользоваться лупой и вот этим вот светом. Это будет очень удобно. Кроме того, благодаря этому магниту вы можете использовать фонарь не только в качестве освещения при заточке, но вы можете его использовать в качестве освещения своего рабочего места где угодно, там, где есть возможность прикрепить магнит к стальной поверхности. Например, вот щит для хранения инструмента можете использовать. Можете закрепить над столом, вот, например, как у меня вот здесь есть стальные детали, к которым я могу прикрепить фонарь, который будет освещать рабочую зону. Идемте еще покажу, как можно, как я еще использую этот фонарь. Пила ленточная, так, можно вот таким образом закрепить фонарь, освещать дополнительную зону, рабочую зону. Близерный станок. Опять-таки весь железный, как вы понимаете, тоже мы удобно очень освещаем рабочую зону. Более того, можно прикрепить этот фонарь непосредственно возле обрабатываемой детали. Вчера я отрезеровал или сверлил какую-то деталь, и мне было удобно закрепить фонарь прямо на губках тисков, очень близко непосредственно от зоны обработки. Дальше. У вас, допустим, есть гараж, в котором есть металлические двери. Вы вечером или ночью приходите в этот гараж, вам нужно попасть в замочную скважину. Двери гаражей, как правило, стальные, тоже можете прикрепить. Фонарь непосредственно возле замочной скважины и манипулировать под замком. Тоже очень удобно, очень классно. Фонарик небольшой, помещается в карман или в маленькую сумму. Вернемся, ребята, обратно к Александру. Аблодальный казах, он работает с железной токарь, которому вы тоже всегда можете прикрепить фонарь. Да, кстати, очень удобно крепиться к нашему токарю фонарь тоже без всяких проблем. И токаря видно в темноте. А, вот еще. Покажу вам, как закрепляется вся эта система на вертикальной стойке, которая имеет круглое сечение. С помощью вращения барашкового болтика мы закрепляем на вертикальной стойке. Как видите, никаких инструментов я не использовал. Очень удобно, надежно закрепляется. Да, вот так вот она будет у нас немножко вращаться, потому что стойка круглая, естественно. Но вверх-вниз она у нас, как видите, я двигаю вместе со всем столом. Вверх-вниз стоит очень надежно. Опять-таки, тоже можете в зоне заточки использовать, можете использовать где-то рядышком выдвигать, задвигать вверх-вниз. Итак, друзья, о чем хотел бы вас еще попросить, спросить вашего совета. Вот это вторая выдвижная штанга. Как вы думаете, для чего нужна ли она вообще и если она нужна, для чего можно ее использовать? Потому что я ничего придумать не могу, честно говоря. И если ничего, никаких предложений от вас не поступит, то скорее всего я вот так вот этот ползун обрежу и останется только одна выдвижная штанга, которая будет держать фонарь. Поэтому жду от вас в комментариях каких-то советов и предложений. А еще вот мне пришла в голову такая вот мысль. Допустим, где бы я мог использовать эту систему освещения? У меня дома на кухне есть места, где недостаточно света. Потолки высокие, свет не везде проникает. И я бы, например, мог... но у меня есть полка, которая состоит из... которая состоит из вот таких вот прутиков круглого сечения. Я мог бы запросто вот так вот на таком прутике закрепить вот этот свет так и мог бы использовать для освещения там на кухне чего-то, каких-то предметов. На этом на сегодня все. Система эта, еще раз повторюсь, не окончательная. Это прототип. Вот такой рабочий прототип, но она уже близка, наверное, к окончательной. Еще... Ну вот, жду ваших предложений и, скорее всего, запущу ее в серию. Всем, как всегда, хорошего настроения, хорошей зимней погоды. Я бы сейчас в баню сходил зимнюю, к сожалению, такой возможности сейчас нету. Но у кого есть такая возможность, я вам завидую, честно говоря. Всем пока и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok